Здравствуйте, дорогие участники! Сегодня мы, как вам обещали, у нас с Анной Владимировной урок. Анна Владимировна – врач, практикующий доктор, но она расскажет о себе, чем она занимается. И, вы знаете, я очень много наслышана о том продукте, с которым работает Анна Владимировна Шведова. Она у нас лидер является в сетевой индустрии компании Forever и работает с продуктом Алоэ. И, знаете, мне даже недавно удалось попробовать несколько продуктов, в частности, крема. Две недели я ими пользуюсь. Качество меня очень-очень радует, это отражается на моем лице. Ну, а сегодня Анна Владимировна будет говорить нам о секретах молодости. Анна Владимировна, я вас приветствую, также поздравляю не только вас, но и всех мамочек, которые смотрят всех нас в Днем Матери. Вот мои любимые уже меня поздравили сегодня. Вот я вас тоже поздравляю и желаю, чтобы каждая мама чувствовала себя мамой, королевой, любимой женой, любимой женщиной. И, конечно, если ей хочется быть успешной, пусть успех наступает ей на пятки. Анна Владимировна, вам слово, если можете, немножко расскажите, что вы лидером являетесь, какие у вас регалии, почему вы влюбились в этот продукт. То есть сегодня слово вам. Спасибо большое. Спасибо. Всем добрый день. Я, знаете, вот в жизни, когда говорят, сегодня я вспоминала фильм один, который называется «Всегда говори да». Мы о чем-то молим, мы о чем-то просим, мы стараемся, ну, как бы вот что-то найти. Но вот есть такая хорошая пословица «Пути Господни неисповедимы». И нам приходит эта возможность. И как в той песне, а мы ее не узнаем. Вот этот момент, вот этот момент, я очень-очень вот сегодня обращаюсь ко многим людям. И еще раз хочу вам сказать, вы часто молите, вы часто просите. Если кто-то, вот если что-то появилось в вашей жизни, появилось плохое или хорошее появляется в вашей жизни, вы это попросили. Когда вы просите, вам всегда отвечают. Всегда отвечают. Без всяких исключений. И когда мы говорим, ну, я вот этого не просил, вот такой негатив пришел в мою жизнь. Ну, вы на это внимание обратили. Вы на это обратили внимание. Потому что очень многие вещи к нам приходят по умолчанию. Мы обратили на что-то внимание, мы стали про это говорить, мы стали про это эмоционировать, и к нам это притянулось плохое. Но то же самое бывает и с хорошим. К вам иногда пристают. К вам иногда говорят, что, ну, вот давайте сюда, давайте вот это, давайте то, другое. А мы, ну, имея такой стереотип, который уже наработан в обществе, мы говорим слово сразу нет. Нет, мне это не надо, я это не хочу. Ну, наверное, вот так как я сопротивлялась этому продукту, ну, сильнее меня, сильнее меня, наверное, ну, мало кто сопротивляется. Вы знаете, сегодня мне позвонила по иронии судьбы женщина. Это был первый человек, которому, ну, которому я потом пошла. Ну, она до сих пор не в моей команде. Ну, вот в жизни все происходит циклично, и мы опять говорим, пути Господни неисповедимы. Вот так же постучалась в мою жизнь эта компания. Очень было вот такое вот отношение. Хотя на самом деле, потом, когда отсчитывала я назад, 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 я поняла, что я ее вымаливала. Я вымаливала это. Потому что, потому что уже возраст. Ну, так, не надо говорить, но все равно мы с возрастом, мы меняемся. Все равно мы каким-то, мы, мы все равно не молодеем, а стареем. И это надо принять, да. Все равно появляются уже какие-то морщинки. Все равно ты уже по своим детям, может быть, ты сама и не замечаешь этот возраст, но ты смотришь, сколько лет твоим детям, и ты уже понимаешь, что да, действительно, ты приближаешься уже к пенсионному возрасту. И ситуация, ситуация такая, что эти вопросы вкрутятся в голове, на них приходит ответ. Вот когда пришла эта компания в мою жизнь, я сразу хочу сказать, у меня был ответ, нет, 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 не надо. И если бы, наверное, одна женщина не сказала, я иногда, вот иногда мы слышим одну фразу, иногда можно сказать одну фразу, но весомую фразу. Вот она тогда сказала, Анна Владимировна, это к вам стучаться. Анна Владимировна, не искушайте свою судьбу. Понимаете? Разберитесь, пожалуйста, в этом. И больше она ничего не сказала. Понимаете? Она не убеждала меня, давайте, давайте, мы вот так попробуем, вот так попробуем. Но это было сказано четко, весомо и так далее. Я сейчас обращаюсь ко многим людям, потому что та возможность, которая к вам придет с форевер, те вещи, которые придут с форевер, даже если на первом этапе у вас не будет ничего получаться, вы выиграете очень многие вещи, потому что есть у нас такие иногда состояния, ну, которым надо, когда надо где-то экстренно, может, что-то в чем-то помочь, хотя этим занимается медицина, но есть такие иногда вот вещи, когда, ну, давайте все по порядку, давайте все по порядку. Ну, вот зашла эта компания в мою жизнь, зашла компания, и я взяла эту продукцию. Я взяла эту продукцию, но, наверное, где-то несколько недель я ее вообще не пила. Ну, никак. То есть взяла и отставила ее. Взяла и отставила. Ну, получилась такая вот вещь, что когда я стала пробовать, я стала пробовать не от радости, я стала пробовать от того, что, ну, возможно, там сейчас срок годности закончится в этой компании, и в этой продукции, не в компании, а в продукции. И когда начала пробовать, я ее почувствовала. Многие люди ее сразу не почувствуют, я ее почувствовала сразу. Я почувствовала, что здесь что-то очень-очень серьезное. Я почувствовала, что здесь что-то очень необыкновенное, потому что к ней тянуло, ее хотелось пить, прикасаться к ней хотелось. Но ситуация была такая, что нужно было разобраться. Я человек, который относится к людям, которые должны понять, как это работает по-другому, я долго ее не буду употреблять. Я закопалась в литературе, я стала слушать лекции Елены Георгиевны Гурской, я посмотрела в интернете отзывы, потому что я на самом деле испугалась, потому что она давала какой-то прилив сил, прилив энергии давала, даже немножко настроение улучшалось, даже какое-то состояние я просто испугалась. Я думаю, а может быть что-то не так. И вы знаете, когда я начала разбираться, и когда посыпались эти отзывы, 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 читаю, и думаю, ну не может быть такого, не может. Я решила просто проверить. Я стала звонить знакомым. У кого были серьезные проблемы. И говорить одну простую фразу, я вам очень это рекомендую. Я говорила, вот у меня появилась такая-то, такая-то продукция. Я не знаю, насколько она вам поможет, но пишут удивительные вещи о ней. Давайте попробуем. Это какой-то шанс, возможно, в вашей жизни. Ну, если вы все уже испробовали, испытали. У людей ко мне был очень высокий кредит доверия. Как одна женщина сказала, хоть ромашками пойдете торговать, я пойду с вами. Ситуация была такая, что кто-то может быть с опаской, кто-то вот так вот, вот с открытой душой. Но мы начали это пить. Мы начали это пить. Собралась группа людей, у которых были проблемы, которые, возможно, много лет они не могли решить. Ну, хронические какие-то вещи. Те результаты, которые потом произошли, они не просто меня ошеломили, они... Ну, я говорила три фразы. Я подходила к окну и говорила, господи, а за что мне это? За что мне это? Ну, я этого заслужила, это я правда заслужила. Неужели такое может быть в жизни? У меня было такое ощущение, что я попала в сказку. Многие из вас сейчас подумают, ну, любой сетевик свое болото хвалит. В образовании я врач. Я врач-психотерапевт. И многие люди ко мне относились немножко с опаской, потому что они говорили, ой, ой, ну здесь внушение, здесь внушение. Тут хоть эффект плацебо, но шведово, если говорит, то ты поверил, значит, оно так будет действовать. Тогда у нас появилась еще одна альтернатива, посмотреть, как на животных. Это работает в кошках, собаках, лошадях. Ну, то есть, тем более, у них разработаны были дозировки в этой компании, что шведово туда, ну, никаким боком. Я отменила на время тренинги. Я отменила тренинги, чтобы не было вот такого, что работа идет чисто на физике. То есть, я говорила чисто по проблемам, которые касаются, ну, вот, здоровья. И то, что начало дальше происходить, оно напоминало снежный ком. Ну, то есть, если помогло там бабушке, там что-то, какие-то результаты, человек ощутил, он приводил дедушку, она приводила дедушку, внука, ну, то есть, короче, вот так вот увеличивалось все не в арифметической. Такое было ощущение, что в геометрической прогрессии все это увеличивается. И вы знаете, так я через полгода попала в Австрию, через уже там год или полтора я уже была в Америке. И вы знаете, я хочу сказать, что я это делала не одна. Со мной стоял рядом человек, Анна Алтунина, которая очень серьезно поддерживала, которая очень серьезно помогала. и рядом стояла моя дочь Людмила, потому что она тылы нам обеспечивала. Такой вот тройкой, вот такой интересной тройкой мы работали. Потом другие мои дети подсоединились к этой работе, вот как помощь, да, потому что надо было отправку грузов, делать денег, нужно было как-то эту систему налаживать. Москва откликнулась. Я очень благодарна Москве. Вы знаете, я вам хочу один секрет еще маленький подарить. Вот вы всегда смотрите на знаки, всегда смотрите на знаки, потому что доступ к большим деньгам всегда лежит в каких-то ваших испытаниях. И когда вас допускают к руководству, когда вас допускают к управлению денежным потоком, всегда идут какие-то испытания. У нас не было все так гладко. Этот продукт, этот продукт Аллои, он не терпит заморозки. У нас заморозили первую партию. Меня очень много людей отговаривало. Были люди, которые попробовали его, и я до сих пор помню эту женщину на Удачном, когда мы приехали, она сказала, не надо туда идти, не связывайтесь, это очень сложная вещь. Но были какие-то моменты, она говорит, вот я сейчас занимаюсь прокладками, там какие-то. И для меня вот это было знаком, что здесь не надо верить. Ну, потому что нужно еще смотреть. Но когда заморозили продукт, вот тогда я сказала, если сейчас в очень экстренном режиме, в Красноярск самолетом, не поступит продукция, я этим заниматься не буду. Ну, то есть это была та точка отсчета, когда вот вам идут, идут, идут испытания, и когда вы уже говорите, все, все достало. И самолетом была отправлена продукция. Меня опять поддержали. Я опять вздохнула и поняла, надо делать дальше. Вот у меня такая к вам просьба, что вы постарайтесь понять, вот то, что я сегодня буду говорить. Потому что то, что вы сейчас получаете, это жидкое золото. Я по-другому его назвать не могу. Это продукт, который кардинально изменит физику, наверное. Очень многие проблемы, они уйдут. Это вот такая вот замечательная желтенькая баночка. Вот такая желтенькая баночка, в которой находится живое алое. Ну, вот вы скажете, что значит живое. Вот этот трехслойный медицинский пластик, он выполняет роль шкурки листа. Это алое, с которым мы здороваемся, который мы вот так будем по утрам. Обязательно нужно его вот так вот встряхнуть, разбудить. Я на самом серьезе сейчас говорю, потому что эффекты от применения, даже не потому, что мякоть осаждается, потому что так надо сделать. Он будится. Я доставала вот эту банку вот с такими горящими глазами и говорила, он живой, он живой. Вы постарайтесь это почувствовать. Вы постарайтесь на него не агрессировать. То есть вот такая вот была ситуация. И вы знаете, через какое-то время пошли этому доказательства. Алоэ вера – это удивительное растение. Вот алоэ барбадансис миллер, алоэ вера из всех сортов. Алоэ – это самое целебное растение. Растение очень удивительное, имеющее очень маленький корень, который растет в засушливых таких вот районах. Когда мы были на плантациях, я не увидела никаких растительных систем. Я поняла, что это растение, над загадкой которого работают 60 стран мира на сегодняшний день, создан Международный научный совет по алоэ. Это магическое растение. Его называют лилия пустыни. Его называют доктор в горшке. Его называют… Ну, вот удивительное это растение, ну, равных которому нет в мире. Потому что, ну, есть растение, там, как говорят, мята лечит невралгию, там, шалфей, вот это обладает отхаркивающим действием. Мне спрашивают, а что делает алоэ? Вот, ну, почему он такой эффект оказывает? Мы сегодня говорим про молодость, и мы когда с вами, когда приходит ко мне человек, я обязательно его прошу сфотографироваться. Потому что вы каждый день смотрите в зеркало, вы не заметите, как уйдут мелкие морщинки, вы не заметите, как вот так подтянется у вас лицо. И у меня такая просьба, вот все, кто начнут пить, перед тем, как пить, сделать одну вещь. Обязательно сфоткаться. Обязательно сфотографируйтесь вот эту часть, вот эту часть глаза, вот так вот сфотографируйтесь полностью лицо. Потому что сфотографируйте свои руки. Потому что будут очень сильные и серьезные изменения. Ну, то есть, я людям говорила несколько фраз. Все то же самое говорю вам. Пожалуйста, продержитесь со мной ровно полгода. Не делайте никаких выводов. Здесь есть определенные тайны. Такие секретики, которые вам и не снились. Я постараюсь сегодня некоторые вот эти секреты рассказать, да. Это растение удивительным образом синхронно человеческому организму. С одной стороны, можно просто сказать, это идеальное питание. Это идеальное питание. Если вы будете пить алоэ, вы будете получать 28 аминокислот, 20 из них, 8 незаменимых. Вы будете получать витамины группы В, очень много витаминов, самый ценный В12, минеральные. Здесь очень много ферментов находится. То есть, это идеальное питание. По большому счету, это идеальное питание для организма, так же, как, возможно, и мед. Но здесь вопрос глубже стоит. Когда мне говорят, а у меня это прошло, это, 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 это прошло, так что же он делает-то с организмом? Ребят, он его просто ощелачивает. Он делает среду в организме щелочной. Все, больше ничего он не делает. Он ощелачивает человеческий организм. А организм наш работает в оптимальном режиме, когда все ферменты работают, когда среда щелочная. И все ферменты начинают вот так вот расцветать. Вы скажете, каким чудным образом? Если вы его попробуете, он немножечко кисленький. Он немножко кисленький на вкус. Кисленький, каким-то чудным образом ощелачивает. Парадокс, но это так. Точно так же, как вы берете лимон в рот, и на кислый лимон выделяется огромное количество во рту слюны. Щелочная реакция во рту у нас. У нас очень много начинает вырабатываться слюны. Вот алоэ точно так же заставляет ферменты, вот как слюна заполнила ваш рот, когда я говорю, съешьте сейчас кислый лимон. Вот просто возьмите его и прожуйте, прожуйте. Слюна уже сама по себе пошла. Все, уже открылись там нижнечелюстные, подъязычные железы. Все, пошел сок, пошло вот это вот переваривание. Вот точно так же начинает активно выделяться сок и начинает очень мощно идти до конца переваривания пищи. Вы знаете, мне сейчас, наверное, трудно прийти вот, наверное, к такому вот восторгу, как вот было первое время. Но еще раз хочу сказать, это растение не относится к разряду обычных растений. Над ним работает, над изучением этого растения. Он создает погоду в вашем доме. Он создает щелочную среду, в которой ни вирусы, ни бактерии, ни грибы, ни опухоль даже. Вот она, ей очень трудно развиваться в такой среде. Он полностью щелачивает человеческие организмы и дает вот такие вот удивительные эффекты. Но вы знаете, есть такая точка отсчета. То есть, если вы хотите провести такой интересный эксперимент, это компания неоднодневка. Ей 36 лет, 3 миллиарда товарооборот, по-моему, 165 стран мира работает. И огромное количество людей уже на себе это испытали. Я попрошу, ну как бы вот, предположим, вы сегодня сказали, да, хорошо. Ну хорошо, Шведова так хорошо говорит, прямо так замечательно говорит. Я попробую. Я недавно была в Питере, разговаривала с доктором медицинских наук Галины Николаевны Светличной. И она сказала, Ань, нужно грамотное такое сопровождение, не медицинское, а может быть, чтобы человек сам себя сопровождал. Заполните, пожалуйста, сегодня анкету. Такую очень простую анкету. Сами от руки заполните ее. Напишите, вот так вот, вот отсюда пойдите и снизу опишите свое тело. Можете даже оценки себе поставить. Можете сказать, у меня волосы, у меня волосы, ну вот от нуля, предположим, до 10, до 10. Сколько по баллам ваши волосы? Кто-то говорит, у меня тонкие, у меня ломаются волосы, у меня вот такие-то, да. Напишите структуру волос. Напишите, в каком состоянии реснички ваши находятся. Какое у вас зрение, минус, плюс и так далее, и так далее. Посмотрите на структуру своей кожи. Ее сфотографируйте, опишите ее, да. Если есть проблемы с ушами, напишите, какие проблемы, да. Если есть гайморит, насморки там, какие-то риниты, еще там что-то, вот, ну, там, синуситы, гаймориты и так далее. Напишите про это. Опишите состояние вот отсюда и вот так, опускаясь к низу. Опишите обязательно структуру, структуру вашей кожи. Какие у вас ногти? Вы знаете, когда я начала пить алоэ, я честно вам хочу сказать, что я сильно ничего не почувствовала, кроме подъема вот этой энергии. Энергия, бодрость, пищеварительный тракт хорошо, изумительно работал, переваривание шло очень хорошо. Но я заметила одну вещь. Я никогда не хвастаюсь. Но структура ногтей, структура ногтей резко поменялась. Очень резко поменялась структура ногтей. И ногти, они стали, перестали расслаиваться. Начали, ну, короче говоря, вот что вы увидите, это изменение кожи, волос. Сейчас, если, предположим, у кого-то нет таких, если у кого-то нет каких-то серьезных заболеваний, нет каких-то серьезных проблем, я хочу вам сказать, что первое, что вы увидите, это изменения вот эти вот внешние. Кто-то говорит, у меня бородавка рассосалась, у меня тут вот какая-то вот там еще что-то рассосалось. То есть люди хотели, чтобы у них изменилось внутри что-то, а у них пошли вот эти вот внешние изменения. После укола было уплотнение, оно куда-то исчезло. Люди приходили и говорили, тут исчезло, тут исчезло, тут рассосалось. У нас была женщина, которая сказала, что у нее 30 лет были полипы и не было обоняния, она не чувствовала, как пахнет, как пахнет продукт и как запах там духов и так далее. У нее вернулось обоняние. То есть будут изменения происходить там, где вы не ждете. Я меньше всего ждала, что будут улучшаться структуры ногтей. Вот меньше всего ждала. Ну, он думал, ну, вот тут немножко какие-то улучшения произойдут. Потому что идет, потому что алоэ очень-очень умный. Он сам знает, где начать изменения, что, где зарубцевать, как. Еще один момент, с которым вы тоже столкнетесь. Регенерация на алоэ идет 8 раз быстрее. 8 раз, услышите меня, 8 раз. И алоэ не оставляет рубцов. Представляете, это же чудо. Вот представьте, у человека язва 12-перстной кишки. И каждый раз она заживает, заживает. И рубец, 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 рубец. И потом вот из такой трубки там она превращается в очень-очень узенькую. Стенос идет. Пища очень плохо туда проходит. И человеку приходится делать операцию. А тут не остается рубцов. Вы понимаете? И снаружи, и внутри. Если вы получили ожог, если вы получили отморожение, если поверхностная рана, не остается рубцов. То, что делает алоэ, мало того, у нас у многих людей балестрии, вот эти растяжки на коже, они тоже уходят со временем. То есть если вы начинаете применять алоэ. Я вам хочу сказать, что это такое чудо, которое где-то у человека скидывает лет 15 с плеч долой. Мои лидеры, вот у меня есть такой лидер Маргарита Шарапова, она приготовила удивительную книгу. Мы это не просили, не заставляли, но она сфотографировала людей. Вот сейчас человек пьет, и через год, сейчас, и там через полтора года, или через полгода, изменения колоссальные. Колоссальные чисто внешне. Такое ощущение, что люди молодеют где-то лет на 10, лет на 15. Ну, то есть вот такое вот состояние. Сейчас у меня такая идея есть. Мы очень много говорим о психологии. Ребята, но тело, тело, это такая удивительная вещь. Это храм нашей души. Это одежда нашей души. И за ней нужно обязательно, за ней нужно очень тщательно ухаживать, очень серьезно заботиться о нашем теле. И причем заботиться не просто, а вот знаете, как заботиться? Наверное, с любовью. Когда прошло несколько лет, и мы ушли от внутреннего алоэ к внешнему, в этой компании разработана вот такая серия, вот в таких вот тюбиках находится лечебная косметика. Находится лечебная косметика. Их, я сейчас вот достану, их много. Их много. И вот так вот они выглядят. И вы знаете, когда мы начинаем наносить, когда мы начинаем наносить их на кожу, ну, происходят, наверное, удивительные, удивительные чудеса. Я еще несколько дам таких интересных рекомендаций. Когда к вам человек приходит с больными суставами, здесь суставная программа признана лучшей в мире, лучшей в мире. Ну вот, по крайней мере, я такого, как врач, мало где видела. И ситуация такая, что когда к нам приходят люди, то говорят, мне нужно, чтобы у меня хотя бы немножко боль прошла в суставах, мне нужно, чтобы хотя бы чуть-чуть, ну вот, каким-то образом, вот по ночам спать. Ну, потому что настолько надоели обезболивающие. А мы говорим, нет, нам на суставы сейчас идти нельзя, ни в коем случае. Нам нужно организм немножко подготовить. Нужно, чтобы организм познакомился с алоей. Чтобы прошла вот эта вот первая такая вот, но, чтобы прошла такая вот первая фаза. И, ну вот такая начальная. Но вы всегда можете порекомендовать вот эту вот замечательную вещь, алое хит. И еще есть у нас алое МСМ. МСМ. Вот точно такой же, только серенькой полосочкой. Вот если эти два крема начать применять, люди уже через неделю вам позвонят и скажут, спасибо, я спать начал по-другому. У меня болевой синдром ушел, мне стало легче. Ребят, они проводят эти крема. Они проводят не просто обезболивающие, они проводят, ну, как реабилитационные, наверное. Мы не имеем права говорить слово лечебный эффект. Но они начинают уже работать с вашим организмом. Это вот удивительные, это удивительные вещи, которые на первом этапе, с первых дней же можно давать людям. Но только у меня убедительная просьба. Вот тот крем, который у нас называется «Сера», его нужно шесть раз. То есть есть и вещи, которые, ну, нельзя отходить. Вот сказано так, значит, надо так делать. Если вот этот хит нельзя наносить днем, его лучше вечером, потому что сейчас холодно. Вы его нанесете, он разогреет, и вы просто простынете. Если написано «на ночь», значит «на ночь». Ну, вот это вот делается. То есть есть определенные вещи, которые у меня, вот, убедительная просьба. Вот есть определенные вещи, есть определенные шаги. Есть какие-то моменты, которые в этой компании нужно тупо соблюдать. Вот тупо соблюдать. Здесь есть вещи, от которых мы никогда нельзя отходить, понимаете. Вот как я беру вас за руку, я беру вас за руку. И вот мы как бы с вами идем по шагу, по шагу, по шагу, по шагу и по шагу. И я своим людям на первом этапе говорила, если вы будете делать вот так, тогда я могу результат. То есть мы тогда можем с вами видеть какой-то результат. Ну, гарантировать нельзя говорить. Мы предполагаем, а Бог располагает, да, потому что много. Но смотрите, у нас несколько подходов к здоровью. Убрать выгодность болезни. Это очень важный момент. Это очень важный момент, когда мы должны разобраться, почему возникла эта болезнь. Если вы не убираете понимание выгодности болезни, алое будет работать с физикой, но алое не сильнее, чем энергия мысли. Вы мыслями своими опять будете нагнетать эту болезнь. Например, вы обиделись на кого-то. Вы держите эту обиду. У вас перехватило горло. У вас, нам не приведи Господь, началась ангина. Вам плохо. Вы полоскаете там нашим ферстом. Вы что-то делаете. Но обида продолжает идти. Она сильнее, чем алое. Вот этот момент нужно очень понять хорошо. Алое не сильнее, чем энергия мысли. Мысли – это у человека слишком высокая энергия. Алое работает. Но он работает именно с физикой. Вы представить себе не можете. Вот я даже не знаю, какими-то словами описать, как только у нас проходит прощение человека, как только мы отпускаем эту ситуацию, как только мы благодарим эту ситуацию, у нас очень серьезная, какой-то вот был блок, и вдруг, оп, ухо перестало болеть. Ой, вроде бы и горло перестало болеть. Вот это. Поэтому на первое место мы всегда ставим понятие, разобраться, почему возникла болезнь. Болезнь – это всегда нарушенное равновесие. Болезнь – это всегда нерешенная какая-то проблема. Болезнь – это где-то вы перекрыли какой-то поток энергии, который через вас шел. Вот как, например, руку перекрыли жгутом, и рука начинает неметь, не идет туда. Вот здесь все то же самое. Нам нужно убрать выгодность. Поэтому, когда люди подскакивают с этой банкой и кричат, говорят, ты попей этот алоэ, ты станешь здоровой. Нет, ребята, не так. Абсолютно не так. Разберись, откуда у тебя возникла проблема. Ну, у меня вот заболела голова. Хорошо, заболела голова. С кем ты общался? После чего заболела? Два часа назад заболела голова. Что ты делал? Человек говорит, я общался вот с этим человеком. И мы вроде мило пообщались. Я говорю, еще раз вспоминай разговор, еще раз вспоминай этот разговор. Что тебе этот человек сказал? Ничего он мне не сказал. Я помню, один раз я искала причину, была очень милая беседа. Был такой вот, ну, удивительный у нас круглый стол. И мы настолько мило общались, у нас три человека было. Вот, я вышла к машине, я поняла, что, ну, надо брать такси. Я просто туп, я не доеду. Я просто не доеду. Вот настолько было. Я когда приехала домой, я стала разбираться, я ничего не могла понять. Но когда вы ложитесь спать, я вам еще один маленький секрет открою. Если вы не знаете, откуда идет проблема, я тогда не могла понять, что меня так, ну, из-за чего началась головная боль. Я не могла это понять, что случилось. И утром, утром, когда я проснулась, вы задаете этот вопрос перед сном. Вы адресуете его подсознанию. И утром вам всегда идет очень четкий ответ. Да? И утром эта фраза просто всплыла в голове. Там было одно предложение. Было одно предложение, из-за которого, ну, рушилась вся система вот, ну, вот этого проекта. Там было одно единственное предложение. И я поняла, что, я поняла, что этот проект не состоится. Он просто не состоится. Вот. И после этого вот пошла вот такая вот бурная реакция организма. Всегда отмотайте назад время. Вы говорите, ну, у меня голова заболела, я книжку читал. Ну, ничего не было. Ну, значит, книжка скучная. Значит, это не ваше. Вам это не надо учить. Не надо туда лезть. Ну, и так далее, и так далее. То есть организм у нас очень умный. Но вы должны всегда понять, где находится вот эта проблема. Как только вы ее вычленяете, как только вы понимаете, где нерешенная проблема, начинайте благодарить, просить прощения у человека. Но всегда, ребят, точку отсчета ставим только в себе. Никогда не обвиняем другого человека. Ну, конечно, на первом этапе мы говорим, да, 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 вот в таком вот духе. Это безалаберность там этого врача или этого человека или еще что-то. Нет, проблема всегда в нас. Всегда проблема в нас. И поэтому вот это вот на первом этапе. Пожалуйста, не давайте вот эту банку просто вот исправить. Вот этот момент. Переведи болезнь на русский язык. Почитай Луизу Хей. Почитай Жекаренцева. Посмотри перевод, как переводится эта болезнь, что она означает на ментальном уровне, на эмоциональном уровне. Я думаю, что у нас будет обязательно с вами в школе Наталья Бегов такая школа по здоровью, где мы с вами будем говорить, где мы будем с вами говорить о именно, может быть, даже совсем не касаясь алоэ. Мы будем говорить о здоровом, не люблю это слово, образе жизни. Вот вы сами, да, какой образ жизни. Да, мы будем говорить с вами о культуре питания. И я очень бы сегодня хотела бы задеть немножечко вот вопросы чуть-чуть культуры нашего питания. Смотрите, когда мы начинаем пить алоэ, вот это вот алоэ начинает очень мощно работать на печень. Он начинает чистить печень. Пищеварительный тракт – это сложная система, в которой работает 30 гормонов и гормоноподобных веществ. Это наши корни. И вчера я, помните, на вебинаре говорила, посмотрите на природу, посмотрите на природу. В природе у нас у растений есть корни, листочки, плоды, там, цветы и так далее, да, ствол. Так вот, главным у растения, главным у растения является корень, корень. Если он засохнет или сгниет этот корень, у нас все листочки засохнут. У человека корневой системой является пищеварительный тракт. Наша ротовая полость, пищевод, желудок, 12-перстная кишка, тонкий кишечник, восходящая, поперечная, нисходящая сигма и прямая кишка – это толстый кишечник. Да, вот это является плюс печень и плюс поджелудочная железа. И я всех людей делю на две категории. Если у вас здоровая печень, процессы у нас пойдут очень легко и быстро. Если печень удален в желчный пузырь, камушки в желчном пузыре, еще, 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 еще что-то, вот у нас тогда проблемы пойдут намного медленнее. То есть настраиваемся на более длительный период. Еще один момент. Никакие тромбы алоэ не отрывает. Никакие камни ни в почках, ни в печени алоэ не двигает. Он совершенно безопасен. Вот я хочу сразу, на первом этапе мы всегда договариваемся с человеком. Это очень и очень важно. Что вот это, вот это и вот это. Реакции на алоэ может три быть. Если он может стул у вас улучшить, как у Пушкина, знаете, блажен же тот, кто поутру имеет стул без принуждения. Ему и пища поутру, и все другие наслаждения. Александр Сергеевич Пушкин. Но алоэ может спучить немножко живот. Это тоже хорошая реакция. Это тоже идет какая-то вот, ну, вывод каких-то токсинов. Но если алоэ запер и пошли запоры, однозначно сигналит печень. Идите на УЗИ, идите к доктору, разбирайтесь, что в печени. Паразиты. Ну, просто там, ну, виски изъезжил, чеводящий путей, может, застой какой-то и так далее. Ну, то есть, ну, разбирайтесь. Я хочу вам сказать, что вот эта вот удивительная баночка, вот эта удивительная баночка, она настолько интересно работает с организмом. Я, конечно, к ней мы прилагаем определенные биологически активные добавки, разрешенные на территории России. Вообще компания работает морально, компания работает легально. Зарплаты выплачивают минуту в минуту. Ну, чеки мы получаем. То есть, настолько удивительная, ну, вот, удивительная компания во всех отношениях. Здесь есть продукция, которая связана с алоэ, на основе алоэ. И есть продукция, которая на... И второй момент – это продукция пчеловодства. Но я хотела бы вам рассказать, так как женщины многие, может быть, смотрят. Вы знаете, наверное, вот с этой продукцией в мою жизнь еще больше пришла любовь к себе и укрепилась. Когда прошло два года, мы стали обращать внимание не только на вот эту вот лечебную косметику. У нас появилась еще и косметика, вот, например, у меня сейчас баночка заканчивается, Сонечка, да. Здесь еще есть крем вокруг глаз, там, ну, вот целая-целая такая серия. Флёр де жуванс и Сонечка у нас такие серии. Но вот здесь есть одна такая вещь. Алоэ никогда нельзя наносить на грязную кожу. Это у нас правило жесткое-жесткое, которое такими красными буквами, как стоп-кран, должно вот быть написано, да. На грязную кожу нельзя, он пропихивает грязь вовнутрь. Это мощнейшая транспортная система, которая в клетку проникает в четыре раза быстрее, чем вода. И все, что на поверхности, оно может туда вот внутрь унести. Поэтому первое условие – это всегда после душа. Это всегда после душа. Это после ванны, это после бассейна. Ну, то есть вот после того, как вы помыли свое лицо, только после этого наносятся все крема. У меня просьба. Наносите, пожалуйста, крема с огромной любовью к себе. С огромной любовью. С огромной, вот понимаете, вот должна быть настолько к себе вот такая любовь, что при этом вы еще и слова какие-то проговариваете. Мы, когда выходим из душа, у нас уже многие к этому привыкли. У нас вот такая вот прямо много-много-много-много-много вот этих вот лечебных вот таких кремов, крем с прополисом. Он и на лицо наносится. Это удивительный крем, в который добавлен прополис. И он может убрать даже вот такие оспинки. Он очень мощный. Но мы его любим наносить часто на сухую кожу, где вот пятки, где, короче, на стопу, на ноги. Ну, делайте, пожалуйста, вот это, пожалуйста, с такой любовью. Вот обласкав каждый пальчик на своей ноге, каждый пальчик на своей руке. Вот прибавляйте эту любовь, проговаривайте. Да вы у меня замечательные. Вы у меня просто супер. Какая великолепная, красивая ножка. И так далее, и так далее. Мы берем крем, который у нас с витамином Е при варикозе. Он часто применяется. Но только обходить надо вот эти вены. И наносим его на голень, на голень его наносим. И опять с любовью, любуясь собой. Помните, у мусы-лисы было такое удивительное, такое стихотворение. Я такая лапочка, я такая цаца. На меня, красавицу, не налюбоваться. Я такая умница, я такая краля. Вы такой красавицы сроду не видали. Я себя любимую холю и лелею. Ах, какие плечики. Ах, какая шея. Талия синная, бархатная кожа с каждым днем красивее. С каждым днем моложе. Зубки, как жемчужинки. С каждым днем прочнее. Ножки, загляденье. С каждым днем стройнее. Волосы шикарные. Помните, как Алла Пугачева всегда говорил? Вам и не мечталось. На троих готовили. Ни одной досталось. Никого не слышу. Хоть стыдят и хают. Потому что лучше. Потому что знаю. Не верю, а знаю. Понимаете? И когда вы будете наносить нашу МСМ на позвоночник, на суставчики, на коленочки. Вот этот крем с серой. Вы тоже желаете им здоровья. Понимаете? Вы обращайтесь к каждому органу. К каждой коленочке, каждой голени. К каждому пальчику, как будто бы живому. Понимаете? Обласкайте его своими словами. Скажите, что вы его просто обожаете. Что вы не будете больше его так сильно нагружать. Что вы постараетесь наоборот делать сегодня зарядку. И будете заботиться. Понимаете? Разговаривайте как с живым. Нас МСМ наносят на все проблемные места. На плечики, на позвоночник, на бедренные суставы. И если руки болят, на голеностопные, на лучезапясные суставы. То есть вы его везде-везде-везде внесли. Телом можно свое побаловать. И крем-релаксом. У него запах удивительный. После этого у вас как прекрасными духами будет пахнуть. Ну, как Шанель, как Диор. Такие самые элитные. Он очень сильно расслабляет. На лицо вы можете нанести сыворотку. Дневной крем после этого нанести. Ну, я вам хочу сказать, что... Но делать вот все, что вы делаете, вы должны делать с огромной любовью. Еще один момент хочу сказать. Есть крема с добавлением алоэ. Это когда база берется вода, а туда добавляется несколько капель алоэ. Он обычно стоит в конце. Вот в самом конце написано алоэ вера. Это значит несколько капель. У нас крема на основе алоэ. Вот смотрите, обычные крема, они идут там жир, вода. И туда вот все добавляется, различные травы. У нас база алоэвая. Основа алоэ вера. И в этом алоэ вера все растворено. А алоэ это очень умное растение. Поэтому, когда его наносите на кожу, у нас нет деления. Сухая, жирная, нормальная кожа. У нас алоэ для всех типов кож. И поэтому, когда вы наносите на любую кожу, он сам знает, что с ней сделать. Понимаете? Это очень умно. Или организм сам знает, что из этого алоэ забрать. Вот так, наверное, правильно сказать. Меня Людмила Яковлевна однажды поправила. Она говорит, не алоэ знает, а организм знает, что взять оттуда. Ну, вот, наверное, так действительно правильно. Вы должны четко понять, что у нас нет деления на подростковую кожу, на детскую. Потому что детская кожа должна, кремат содержать дубящие вещества подростковые, противовоспалительные, старческие, если увядающие, там увлажнения много. У нас кремат для любого типа, понимаете? Они, соприкасаясь с тобой, будут с тобой так работать. Соприкасаясь с другим человеком, они будут работать совершенно, но по-другому. И так далее, и так далее. Для другого будут делать другую работу. Такое ощущение, что вот они, они живые, понимаете? Они все живые, эти крема. И если вы к ним прибавите чувство, радость, встречи сегодняшние, вот, ну, вот с этим продуктом, то я думаю, что будет вот так вот, на 5 с плюсом. Я очень прошу понять первые шаги. Ребята, на первом этапе, на первом этапе мы пьем программу очищения. Организм нужно подготовить. И только после этого мы начинаем работать по иерархии. Какая проблема сильнее сигналит, мы ее начинаем разбирать. Потом следующая проблема, потом следующая и потом следующая. И поэтому это единственная программа, в которой мы даем два алоэ. Чистый работает на печень, ягодный на почки. Этот выводит жирростворимые яды, это водорастворимые яды, да? Этот работает на внутрисекреторную функцию поджелудочной. Сахара немножечко он снижает. А вот этот работает на панкреатиты, на внешнесекреторную функцию поджелудочной. Этот работает на сухой бронхит, этот на мокрый бронхит. Включаются три серьезные дренажные системы. Этот обладает бактерицидным действием. И алоэ с клюквой обладает бактерицидным действием. Вот это единственная программа, где мы сочетаем два алоэ. Начинайте всегда правильно. Когда человек вам придет предлагать эту программу, я думаю, индивидуально каждому подойдет. Я ее не буду все описывать. Но там смысл такой, что нам нужно запустить вот этот выход, чтобы организм познакомить, приготовить к алоэ. И мы начинаем по чуть-чуть, с маленькой чайной ложечки, потом столовая ложка, потом 30-40 мл. Но и потихоньку-потихонечку, но вот как бы мы остаемся пока на 30-40 мл алоэ. Зачем мы делаем чайную ложку? Чтобы человек убедился, что нет аллергической реакции. На алоэ нет аллергических реакций. Они бывают крайне-крайне редко. Это вообще нонсенс. Потому что алоэ относится к разряду антигистаминных препаратов, как димедрол, супрастин. Это к разряду таких. Он не вызывает аллергических реакций. Но когда у человека вдруг на теле начинают появляться какие-то гнойнички, он говорит, ой, у меня пошла аллергия. Это не аллергия пошла. Это выходит, вот что-то выходит из организма. И слава тебе, Господи, кожа так реагирует. Ну, понятно, да? То есть на первом этапе, ребят, здесь очень важно в этой компании очень правильно запустить человека. Очень правильно с ним на берегу договориться по всем проблемам. Очень правильно заключить договор. Это очень важно. Это очень важно. Потому что когда мне говорят, я приду и возьму один аллой, я всегда спрашиваю, и что? Ну, это питание. Ну, хорошо, питание. Ну, точнее, никакого такого сильного эффекта. Ну, энергия, может быть, бодрость немножко будет. А если у человека много проблем, он его и вообще не почувствует особо. Ну, пьет, пьет там. Ну, знаете, вот такая вот ситуация. То есть давайте первые шаги будем делать абсолютно правильно. Вот как будто вы берете человека за ручку и первый момент вы его ведете. У нас в Красноярске есть одна удивительная семейная пара. Вот я удивляюсь этой семье, но они действительно, я не знаю, сколько больше года, наверное, продержались с нами. И результаты уже прошли у всей семьи. У всей. И у этой женщины, у ее мужа, и у детей. И так далее, и так далее. Я просто хочу сказать, я просто хочу сказать, что контрабандных путей нет в здоровье. Не бывает. Мы проблемы накапливаем годами. И решить их можно медленно и постепенно. Подходы у нас другие, понимаете? Ну, экстренно, что вы сделаете, если давление подскочило? Конечно, его надо снижать. Ну, вы расширите сосуды, понимаете? Ну, вы сгоните лишнюю воду при высоком давлении. А надо-то ведь отремонтировать сосудистую стенку. Надо вот эту вот стеночку всю-всю-всю-всю отполировать, чтобы там бляшечки эти ушли, чтобы они больше не цеплялись за вот эти изъязвления внутри, понимаете, да? И когда у нас сосуды будут вот такие, вот изумительные, вот они рваться не будут, вот тогда и инсультов, инфарктов, возможно, не будет. Но я хочу сказать, что подходы к человеку, мы не имеем права говорить, что мы лечим. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы реабилитируем. Мы помогаем человеку восстановить вот это здоровье. И те результаты, которые идут в Красноярске, в Москве на сегодняшний день, во многом, вот в моих организациях и в других организациях, они подушевляют. Вот. Я думаю, что, я думаю, что, я думаю, что, если есть какие-то вопросы, вот, мы можем, но у меня, знаете, еще какая будет маленькая-маленькая такая просьба. Я сегодня обещала Наталье, что мы не будем касаться маркетинга и так далее, и так далее. Но, ребят, у нас есть в компании три цены, и чтобы вы не теряли деньги, не распыляли деньги, чтобы у вас на счет капали деньги, даже просто от ваших закупок, встаньте сразу на оптовую цену. Это очень ценная такая цена, которая никогда от вас не уйдет, никогда не уйдет. У нас упаковано все вот такими вот коробками, ну, чемоданчиками, тачами, и выгоднее всего взять один из этих тачей и встать на оптовую цену. То есть не берите вот в первой закупке в разнобой. Там можно брать, но нужно взять на ту сумму, чтобы сразу выскочить на оптовую цену. Потому что, когда вы возьмете второй раз, вам не напишут в чеке слово спасибо. У вас эти деньги пересчитают в розницу, и с розницы пойдут на счет уже, какая-то сумма начнет копиться, даже если вы не подписываете людей. Вот это вот такое, ну, просто вот это отношение к деньгам. Это отношение к деньгам. Я думаю, мы еще в тренингах будем говорить женщиной деньги о понимании. Ну, вы сами знаете, что вот вы берете иногда деньги, лампочку купил, ручку купил, там что-то еще, какую-то мелочевку купил, тесьму, хлеб там этот, и вечером приходите, а денег нет. Вот есть такой момент, когда деньги вот утекают, они просто вот утекают сквозь пальцы. Вот форевер это предусматривает, и он учит людей не распылять деньги. Ну, вот, наверное, так. Спасибо, Анна Владимировна. Очень приятно было услышать сегодня тему, касающуюся здоровья. Я думаю, каждый сегодня нормальный человек, все-таки он не просто живет на авось, да, там заболела, заколола, я там побежала до аптеки. А все-таки люди уже, ну, наверное, сегодня грамотный мир профилактируют свое здоровье, переходят на правильное питание. Не знаю, мне как-то уже лет 7, тема здоровья для меня актуальна. У меня был даже опыт, я консультировала своих клиентов по снижению веса, и для меня, ну, у меня была такая причина, у меня супруг был более 30 килограмм лишнего веса, мне пришлось вот эту академию пройти по снижению веса, по правильному питанию, и я вместе с ним тоже килограмм 10 тоже у меня ушло. Но я хочу сказать, мир чистый, да, как сказал доктор Ковальков, когда мы, квартира чистая, дом чистый, когда мы не ссорим, да, в него, вот так же и организм. Поэтому я думаю, что это не единственный наш урок, и я с радостью, Владимир Ивановна, послушаю, о чем вы будете в будущих уроках или в лекциях, в тренингах говорить. А я хочу обратиться сегодня всем, кто нас слушает. Дорогие участники, участницы, участники, относитесь к своему здоровью с пониманием того, что наше тело нам дано в аренду. И то, как мы к нему относимся, это только мы делаем своими руками. Вот пусть вы до этого не знали, пусть вы до этого не информированы были. Но раз уж сегодня вы услышали эту информацию, возьмите ее и примените для себя. Вы знаете, как можно найти Анну Владимировну? Она доступна во всех соцсетях, она доступна вот везде, где можно через нашу школу. Пишите, мы с радостью ответим. Она, по-моему, у нас знаменитая личность, да. Но я хочу сказать, что я 7 лет не ем колбасу, я лет 10 не смотрю телевизор. Я стараюсь каждый продукт, который, заходя в магазин, задавать вопрос. Если это консерва, то это боевые припасы. Консерва не дала природа. Если это мандарин, значит, он растет. Если это колбаса, то она переработка. То есть задавайте себе вопрос. Переходите. Сегодня очень много в интернете полезной информации. Прежде всего, займитесь очищением своего организма и относитесь к себе. Вот, знаете, не так, что вам еще там 200 лет осталось жить, а действительно, к каждому дню, как к ценам. Потому что правильный адапт, здоровый образ жизни – это наша жизненная энергия. Но здесь есть еще одна маленькая деталька, которую я забыла сказать. Вы знаете, самое удивительное, она же тянет к тортикам. Вот Наталья говорит, да. Вот у меня всегда было вот такое, ну, как… Я очень любила сладкое. Ну, вот полакомиться там, еще что-то, да. И вы знаете, что самое происходит удивительное? В этой компании есть чай с цветками алоэ, когда все-таки по-честному. Я выпила эти 25 пакетиков чая, но вот еще раз повторив эту программу очищения, ее можно несколько раз гонять в организме. Я удивилась одной вещи – перестала тянуть к патологической вот этой пище, да, вот которой, ну, не этот… Перестала тянуть. То есть лежит колбаса. Я вдруг ловлю себя на мысли, даже если я голодная, не тянет, не тянет, не хочу. Кашку лучше. Вот гречневую кашку, там еще что-то, да. Конфеты и мед лучше мед. Ну, то есть ты делаешь выбор. Я, конечно, не могу сказать, что… Я не могу сказать, что у меня вдруг, ну, вот как-то… Я не ем вообще ни шоколадных конфет, ни тортиков. Да ем, конечно. Но отношение резко поменялось и чувствительность повысилась. То есть ты очень четко начинаешь отвечать «Не носили воли». Еще раз услышите меня. «Не носили воли, а не хочу». Не хочу, что попало. Понимаете? Вот это очень серьезный момент, о котором я очень много лет мечтала в жизни. Чтобы смотреть на это с абсолютным равнодушием и понимать, что здесь что-то… Ну, сильно нехорошее. Вот так вот. То есть естественно, и возвращается организм к своему естественному состоянию, каким он был и задуман Богом. Ну, Владимир, спасибо вам огромное за ту информацию, которую вы сегодня нам предоставили. Я говорю до свидания всем, кто нас смотрел. Благодарю вас за то, что вы интересуетесь и бываете на наших открытых уроках. Темы здоровья мы обязательно будем касаться и говорить вам о разных секретах. Всем до свидания, до новых встреч. Владимир, ну, благодарю вас. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Продолжение следует...